Вот, раскалю один чурак, отдыхать пойду. Вот так. Когда-нибудь расколется буду. А не, а умру. И пускай. Вот какого храма привезли. А зерники. На часах начало первого. А Прасковья Ивановна до сих пор не завтракала. Хотя и встала в 6 утра. Чтобы растопить печь и приготовить еду, 85-летнему ветерану сначала нужно наколоть дров. Вот из этого. Пенсионерка живет одна, помочь некому. Несколько кубов, грубо распиленных деревьев, она купила за 5000 рублей. Говорит, на большее в этом году ее пенсии не хватило. Калот дорого купить. Они говорят, давай 20 тысяч, тогда тебе льгот на половину вычтем, а половину отдадим. А их отдашь, а мне чем жить? А мне, когда их набрать 20 тысяч? Отдавать. Бой с крупнокалиберной древесиной идет во многих домах деревни Порыкино. По словам жителей, им приходится покупать груду относительно дешевых пней у частных предпринимателей, потому что в этом году местные власти взвинтили цену на дрова в несколько раз. Чтобы покупали брикет уголь на их заводе. Завод принадлежит их и руководителям, всем чиновникам. Чиновники и вправду предлагают местным жителям альтернативу в виде угольных брикетов. Говорят, да, цена выше, но и эффект дольше. Однако многие печки в домах сложены десятки лет назад. И температуру горения угля просто не выдержат. Нет, нет, нельзя, все разъедется. Печки нет, не выдержат. Уголь насыпешь, а он будет третий, третий. А ну-ка, горище сама. Дрова, уголь и даже торф. Предложений, чем топить, предостаточно. Нет у большинства сельчан только одного – денег. И уж тем более не нашлось их на то, чтобы подвезти к деревне Газ. Местные жители рассказывают. В прошлом году администрация предложила скинуться на это почти по 300 тысяч с дома. С газом с 2003 года, каждый год нам обещают, проведут вам газ в Московскую область. По бумагам, даже приезжала спецкомиссия, по бумагам газ проведен, газа нету, дров нету. Как бабушкам жить, выживать, чего делать? Почему пенсионеры не могут купить нормальных дров, где проходит упомянутая в чертежах газовая труба? И почему сельские чиновники так настойчиво предлагают жителям деревни уголь? На эти вопросы в местной администрации ответили вот так. А куда вы убежаете? А зачем мне? Нет, подождите. Нет, да, ну смотри, сейчас конец года, завалов у нас сейчас, понимаете. И то есть пять минут там никто уделить не может? Вы все-таки представитель власти. Сидание, ребят, мне к ним все заметили. Колоть первую партию дров Прасковья Ивановна закончила лишь к вечеру. Помогли соседи. Правда, этого не хватит и до Нового года. Местные жители уже решили, что соберутся и напишут коллективное заявление в прокуратуру с просьбой разобраться. Однако процесс может затянуться. Уже на следующей неделе синоптики прогнозируют похолодание в области до минус 15 градусов. Поэтому людям предстоит заниматься совсем другими делами. В первую очередь заготовкой дров на зиму. Дмитрий Цветков, Михаил Волков, Сергей Милеев. ТВ-Центр.